Сквер на пересечении Авроры и Аэродромной даже в жаркий день пользуется популярностью самарцев. Дети играют в сухом фонтане, а горожане постарше отдыхают в тени деревьев или занимаются на спортивных площадках. В этом во время объезда советского района убедилась глава города Елена Лапушкина. Она проверила состояние малых архитектурных форм, а также оценила цветы в клумбах сквера. Видно, что за сквером ухаживает, и вижу, что он пользуется популярностью. Да, сейчас очень жарко, и не так много людей, но сколько детворы у нас на фонтанах. Я вижу, что изумрудная трава, вижу, что цветут цветы. Конечно, хочется увидеть такую же картину на всех оставшихся объектах. Не все так хорошо в сквере Чехова. Здесь необходимо обновить сцену, на которой читали стихи и танцевали. Восстановить сетку на спортивной площадке, почистить и покрасить зоны для настольных игр. В чистке нуждается и озеро в сквере «Родничок надежды». Вода здесь сильно заросла водорослями. Подземным родникам тяжело пробиться, чтобы наполнить озеро. В прошлом году его очищали от зарослей и ила летом. Теперь, для лучшего результата, специалисты предлагают сделать это зимой. Понимаем, что надо чистить и надо определиться все-таки с технологией. Сейчас предлагают почистить это зимой, когда озеро полностью промерзнет. Посоветуются специалисты. В сквере самарских космонавтов глава города дала поручение обновить памятник покорителям космоса. Почистить и покрасить постамент и саму композицию. А также проверить санитарное состояние деревьев. Во время объезда глава Самары обращает внимание не только на общественные пространства. Также проверяет, как ведутся работы по благоустройству дворов, обновлению дорог и перекладке теплосетей. Хочется видеть полностью картину. И не только скверы. Хочется видеть, как ведутся работы на уличной дорожной сети, как ведутся работы во дворах. У меня это действительно важно. И тогда будут предметные разговоры уже на оперативных совещаниях. Под протоколом, чтобы в дальнейшем контролировать их исполнение. До конца августа глава города проверит общественные пространства, которые были благоустроены с 2018 года по федеральным и региональным программам во всех девяти районах города. Особое внимание будет уделено тем территориям, о которых часто пишут жители. Андрей Горгуленко, Николай Епифанов. События. Продолжение следует...